она конечно военность нам нужно только думать тоже надо просто выполняем тестировать по максимуму работа видеокарты тихо есть как только он начнет мигать покупайте дешевую видеокарты вашим детям добро вам здравия добро вам кровать не посмотрим базовую сборку подходящую под многие сценарии использования цена сборки 43 тысячи рублей бегло пройдемся по каждому компоненту центра сборки это процессор от компании intel 10 поколение комик лайк в борьбе с новым чьим лидером и их процессорами и без на 2 из entry intel 10 поколений для i3 для 5 открыл технологии intel hyper trading и теперь у нас тут или 4 ядра 8 потоков ранее же было девятое поколение примеру 4 ядра 4 потока вот это неконкурентоспособный процессор здесь же все хорошо и с его ценой 7000 рублей он обгоняет процессоры ryzen 3 300 не дотягивает до 3 300 на продых на рынке уже нет 2 600 или 1600 разин они уже дороже и для наших целей они выходят за рамки бюджетом компромисс 4 ядра 8 потоков боксовое охлаждение посмотрим достаточно ли вам следующий по важности компонент это блок питания да именно блок питания его надо ставить не на конец выбора на начало берется big white 500 можно было бы эту систему ставить и 400 ватт но потребительский паттерн и сценарий не дает понять как же так 400 ватт мало поэтому здесь 500 надежно проверено ранее когда вышли big white много лет назад много маркетинга было и продукты говняные давно часто сыпали сейчас же и маркетинг и продукты вошли в компромисс потребительская любовь и реально качественные надежные изделия есть популярные блоки питания с условной приставкой народной это и раку пека и раку в x плюс 500 к стоит ровно два раза дешевле big white 500 это тестовый стенд и здесь стоит и раку в x 750 обычно без плюс и вот этот зверь работы даже много лет надежно и качественно случае своих сам плюс там все стало хуже и они держат свою держит год то есть вставить его в системе подавать гарантию год нормально если берем на год то тогда на год если берем на долгосрок тогда блок питания повышаем качество далее из издетном пони гигабайт на 240 гигабайт тактология идет гигабайт гигабайт многие потребители без опыта путаются и думают что это не бренд а емкость гигабайт построен на памяти тлс и платформе физа надежно поверенные доступны примеру vd green 240 рекламации очень много производительность никудышный популярный темп 100 на 400 и также уступают существенно компромиссами качества он здесь стоит емкость 240 другие сценарий поднимают другую емкость на рынок сейчас как лавина стал выходить еще много бюджетных ssd на памяти к lc избегайте их почему да потому что из детский аргумент потому что оперативная память амд и ddr4 2667 8 гигабайт материнская плата гигабайт h410 махан на материнской плате есть порт м2 4 satan 2 банка памяти riltec аудиокодек 877 бюджетный гигабитная сеть для компромиссные сбалансированный базовой сборки это материнской платы более чем достаточно vrm с виду слабо посмотрим на что она способна под нагрузкой видеокарта asus туп 1650 на 4 гигабайт sddr6 памятью такая же видеокарта dr5 имеет полосу пропускания на 50 процентов ниже маркетологи же потребители без опыта хотят переподнести не повышение полосы пропускания 50 процентов повышение производительности это подмена 1650 супер это по сути 1660 четырьмя гигабайтами и маркетологи решили название 1650 супер отношения 1650 супер уже не имеет здесь же у нас 1650 на ddr6 повышение полосы пропускания корпуса залман t7 доступны практичный вентилируемый перед вентилируемый вверх окошко пластиковый отсутствует подсветка это плюс компромисс цена-качество переходим к внутренности мы смотрим vrm материнской платы в нагрузке курая 3 10 стопек более чем достаточно охлаждение боксовое охлаждает vrm потоп воздуха идет вот сюда башенное охлаждение будет меньше охлаждать vrm и температура по нему будет выше сейчас выключим тест и боксовый интеллетор красиво замолчит выполняется тест в cct power нагрузка на графический центральный процессор по температуре максимум что он получил это 72 градуса кура 3 10 стоит мощность 57 вот за 65 вот он не выходил на данном тесте по уровню шума здесь боксовое охлаждение показывают свою худшую сторону она шумная только такая нагрузка в реальности использоваться не будет по поводу теста идет версия стараются ctm 5 5 версия полиного 7 больше рекламы и время по тесту ограниченный час и максимум здесь я могу сколько хочу тестировать компьютер покупает бывший коллега по работе в электрон сервисе василий и он просил тестировать длительную просьбу выполняем тестировать по максимуму на материнской плате реализовано 10 портов usb 6 usb 2 4 usb 3 5 гигабит версия 3 1 2 внутренние подключение usb 2 и 2 usb 3 6 портов на задней панели эти гигабитные usb 3 и usb 2 и 4 порта в данной сборке реализовано подключение 9 портов usb 3 внешне использован 9 usb портов вполне хватает для гражданской сборки hdmi vg при использовании встроенный графический граф процессор и с пополам для старых гигабитная сеть аудио кодек 3 подключения с переключением настроек в конфигураторе про забавный нюанс продажи компьютеров практика многолетняя и этот нюанс ухудшается с каждым годом если клиента не предупредить что монитор подключать надо к видеокарте которая располагается здесь то клиент будет подключать монитор вот сюда это процентов 50 минимум подключают монитор и видит черный экран черных и становится плохо очень многие в истерике начинают звонить кричать что такое надо культурно очень аккуратно попытаться дать понять что все хорошо и предложить переподключить монитор очень большой процент после этого становится сверх лояльными клиентами она кашла я местам нужно только думать тоже надо по 1 смотрим видеокарту осустав 1650 ddr6 два вентилятора компактные бэкплейт идет пластиковый сама плата на видеокарте короткая поэтому здесь буквы только для видимости жесткостью никак не создает коротышки видимость в нашем обществе это все видимости продукт это не продукт есть сами вентиляторы тихие здесь на фоне бокса окулирует а пока не слышно попозже послушаем индикатор питания очень интересная вещь как только он начнет мигать видеокарта будет работать ей уже приговор прописан поэтому когда увидите мигающий индикатор ну что делать смириться и ждать когда она совсем отвалится а так горит и хорошо по портам подключения hdmi 9 порту три монитора подключения поддерживает за полтора часа тестирование вот цветы power что мы получили 64 градуса по нагрузке что увидим по процессору 70 по общей поплате 100 вентиляторы 35 процентов полторы тысячи рпм и это тихо сейчас послушаем работа видеокарты тихо и на общем фоне компьютерами и услышать будет сложно большинство игр в разрешении full hd она тянет на хороших высоких настройках волна манинга и дефицит по чипам создает малоприятное повышение цен по графическим картам поэтому здесь приходится смириться и это наверное лучший вариант ограничивать ребенка игры это частично и в большом объеме деструкции разбитие она приводит к началу конца поэтому то что вы сокращаете мощность графического адаптера это только вам зачтется это в плюс покупайте дешевую видеокарты вашим детям тестируем карту фурмарком за 11 минут мы пришли к тому же показателю 64 градуса обороты у нас идут те же видеокарта фурмарки тестится час двадцать я занимался операционной деятельностью компьютер тестировался по температуре ничего не изменилось память сборки посчитана от компании мд 2667 в прайс-листе она сейчас самая дешевая оказалась и главное что у вас не работает паттерн что дешево это плохо здесь все наоборот дешево это компромиссно амд пытается на этом рынке двигаться частично допинговать именно отсюда ценник идет по таймингам стандартно для данной частоты можно играть повышать вольтаж и понижать тайминг до разумных соответственно уже это критично для мд для intel как мультики про 309 королевство и так сойдет да это грубо но именно то чипы идут у нас на нее дата производства если покупать будете вам покатается предложить бушный память здесь по дате производства это легко посмотреть память тесты все проходят тешево доступно амд память в сборке на intel установлен один модуль если бюджет позволяет тогда идет добавление еще такого модулям и тогда мы получаем 16 то же самое жестким диском и сезоне в этой сборке стоит только если 240 при повышении лимита бюджета добавляем еще жесткий диск на терабайт на 2 или емкости сезоне увеличиваем или из сезоне формата м2 берем вариантов море сам популярный это 16 гигабайт плюсы сезоне 240 и на терабайт жесткий диск здесь добавляете 5500 рублей плюсом 3000 цена жесткого диска терабайт и 2500 цена модуль 8 гигабайт амд это пузо нашего компьютера фильтр блока питания отсюда берет воздух отсюда выходят многие которые создают зазор и позволяют дышать блока питания с ногами аккуратнее отвинчивать их не надо иначе питальнику станет плохо сюда устанавливается жесткий диск с обратной стороны сюда большие емкости ставить не резон вибрацию он будет создавать на корпус есть второе место посадочное в корпусе она здесь кверх ногами жесткий ставится сюда можно ставить жесткие больше двух терабайт так выглядит обратный кабельный менеджмент при сборке в корпусе залом nt7 блоком питания биг вать истин power 9 при самостоятельной сборке очень внимательно уделяйте акцент подключение накопителя до 100 дюйм и 3,5 дюйма сата в косах у биг вайт реализованы очень туго при подключении к разъему на накопитель вы можете перегнуть его если это будет кабеля не разведенные лучше разводить и гните кабеля чем разъем к накопителям хотя иметь надо всюду компромисс здесь вы можете кабеля догнуть до того что они будут коротить всю аккуратность при подключении жесткого диска в т7 тоже самое канитель будет с разъемами они прям впритык будут под крышку по компу комп доступный его можно модифицировать увеличивать память увеличить по систему хранения добавлять жесткий диск изменять ssd по бюджету 43 можно превратить 48 500 и будет 16 гигов ssd 240 и терабайт вступление не по теме компьютеров заказчик это василий с его старшим сыном за компьютером пришли что вчера что сегодня эти люди были без масок кто они из горе свиньи нарушающие новые правила или люди это отдельный вопрос я ваш компьютер буду собирать без перчаток и люди очень быстро форматируется редакция на ментальном уровне заканчивается дальше начинается редакция на физическом уровне есть такое понятие новый мировой порядок ранее об этой хрени на инаугурации президента говорили что это за ересь сложно понять вам наверное будет если вы далеки и общий рупор пропаганды себя впитываете вам будет лучше посмотреть телеканал russian today репортаж открытия туннеля в швейцарии что же там за туннель открывает и кого эти ребята государственные лидеры там встречают мир будет меняться 2021 год мир трансформации сейчас силовые структуры частично успокоились в метро облавы масс без масочников закончились так люди же уже отформатированы большинство боятся снять маску за то что я имею свое представление уже борьба переходит на физический уровень люди начинают агрессивно себя вести и махач начинается все меняется вы молодцы так лирика вступление к чему сына василия без маски они люди или они свиньи и вообще почему людей стравливают почему началась эта травля вам не кажется странно что кто-то где-то редактирует человечество хуже чем можно представить дам ссылку на интересный канал там ересь нюсут про прогнозные программирование starlife tv посмотрите